Товарищи, как видите, интерьеры опять сменились, да, я опять переехал в Грузии, в подробности будут в пятом выпуске Уйо, а сейчас, чё, как вам, чё, как вам опять? Если вам когда-нибудь казалось, что именно вы вот самый главный неудачник на планете, и на вашу тяжкую долю выпадают самые лоховские испытания, то, во-первых, мой канал, welcome, да, во-вторых, этот ролик будет ровно в ту же копилку историй про тяжёлые неудачи, обидные поражения, которые надо пройти, и, как говорится по-чешски, звладноут. Здрасте, вы на канале Сейна, ща расскажу. История, которую я вам сейчас расскажу, во многом про стресс эмиграции, но я не преувеличиваю, говоря, что во время экзаменов по чешскому год назад я испытывал ничуть не меньший стресс. Реально, вот, любой экзаменационный период, особенно вот, когда ты к нему готовился год, и от него зависит вся твоя дальнейшая жизнь, это особенность только подросткового периода. И вот, товарищи, которые сейчас учатся, скажу вам по-честному, во взрослой жизни, в которой у вас нет вот этого постоянного домоклового меча и решающего момента, при том, каждые полгода жить гораздо легче. Всем моим юным зрителям, которые собираются сдавать ОГЭ или ЕГЭ в 23-м и 24-м году, я рекомендую онлайн-школу Сотка. И для тех, кто будет сдавать в 24-м, у них есть специальное предложение. Если вы покупаете первый месяц подписки в апреле, то еще целых 5 месяцев идут в подарок, и подписка возобновится аж с сентября 23-го года. Цена первого месяца всего от 3,5 тысяч рублей, и эта цена сразу за 3-4 предмета по цене одного, без лишних доплат за второй, третий и четвертый предметы. И говорю по личному опыту, если вы начнете готовиться сейчас, вы сохраните себе очень много нервных клеток перед экзаменами. К тому же в Сотке вы можете заниматься где и когда угодно. И смотрите, первые 5 месяцев, как я уже говорил, вы получаете бесплатно. И к концу лета вам помогут с выбором вуза и предметов для сдачи, а с сентября по май вы в нормальном темпе, без лишних перегрузок, подготовитесь к экзаменам. Ну и сдадите. Вы у меня все смышленые, про Оксимирона ролики смотрите. И вот только посмотрите, как все оформлено. Ну вот реально, ребят, я никогда еще не публиковал, но у меня на самом деле очень низкие баллы по ЕГЭ, и вот если бы я готовился по таким методичкам, уверен, сдал бы лучше. Хоть немного лучше. И, кстати, по промокоду SEIN0423 вы получите скидку в 10% на обучение в Сотке. Так что дерзайте, вы обязательно все сдадите, все у вас получится. Ссылочка на вводный урок находится в описании. Начнем с того, что я не был на Мироне вообще ни-кок-да. А, и году в 17-м я начал его слушать, у меня тогда, я учился в старшей школе в экстернате, у меня был друган Андрей, который по нему фанател, и как раз он же мне показал Кровосток, и часть других русских чуваков, вот тоже он говорил, Оксимирон, Оксимирон, я не особо воспринимал, а потом вышел батл с Джонни Боем, и я такой, Андрей, что ты там говорил? И вот с того момента началось плотнейшее погружение, Андрей в этой истории еще появится. Здесь делаю такой каминг-аут, потому что, по сути, с Мирона я полюбил вообще рэп, и прохавал, в чем фишка хип-хопа как такового. Просто, вот знаете, весь этот крутой рэп, который я сейчас слышу, да даже, даже не только Мирон, а какой-нибудь, да даже чемодан-клан, или какую-нибудь группу Триагрутрика, Желтая ветка и т.д. Ну, короче, какой-то хип-хоп, в котором можно было что-то найти, откровенно, можно было что-то увидеть. У меня во дворе такой, по блютусу не передавали. А у меня был батя, который ставил мне метолы, в основном зарубежный, а во дворе передавался либо очень прям парашный рэп, либо все остальные жанры и какие-то там песни на разок. Короче, вплоть до старшей школы я был убежден, что, ну, рэп это, безусловно, там какая-то культура, и мне там нравятся некоторые западные треки, но глобально и вот на русском это исключительно какая-то поебистика, это не может никак во мне откликнуться. А тут нашелся такой задрот, который такие темы пишет, настолько не конъюнктурный, не шаблонный, не стандартный, короче, все то, за что я с 17-го года его люблю, тогда я прям это прохавал, и помню, весь мой последний год старшей школы прошел под треки Мирона, но я это к чему? К тому, что в тот момент его концерты меня скорее разочаровывали, по крайней мере, вот то, что я видел на видео, но это просто же чувак, который просто стоит еще с бэкомси, с этой светящейся маской, конечно, справедливости ради, по тем годам это более актуально смотрелось, да? Но все равно, на самом деле, как-то жиденько, я это озвучивал публично много раз, что как будто Оксимирон, он в первую очередь артист для небольшого зала, вот Эрик Рико рассказывал, что однажды был на концерте Оксимирона в трюме, во, вот прям вот так вот, потому что все равно это маленький чувак, который в какой-то зажатой позе читает свой рэп, и я в этом смысле действительно был избалован концами метал-групп, на которых и человек дофига, и шоу какое-то есть, и часто это чуваки, приехавшие из-за границы, то есть они еще с какой-то шоу-программой выступают, и да, безусловно, меня это избаловало, но при этом один из лучших концертов, на которых я в жизни был, это Сидоджи Дубащит и Грязный Рамирос, это вроде после выхода второго Мочевилса, или... Там было... А, после выхода Эпишки Риптайл, они устроили концерты, и это был очень небольшой концерт, в очень задристанном клубе, с очень плохой организацией, мы из разряда туда стояли полтора часа на морозе, по колено в снегу, а обратно ты в настолько жесткой толкучке выходишь, что можешь на какой-то момент отключиться, и тебя толпа просто донесет до выхода, и дальше ты там уже снова на морозе, как-нибудь проснешься, и нормально, но при этом с точки зрения обстановки, это было просто охуенно. Вот доверху набитый зал, и все абсолютно в одном вайбе и в одном темпе. Все-таки есть такая тема, что чем круче исполнитель исполняет, в какой-то момент ему перестают подпевать, то есть когда-то идет пиздато-пиздато, хочется подпеть, хочется подпеть, а потом так пиздато, что уже не хочется подпеть, потому что не получается. И вот с метал-концертами похожая штука, иногда такой сложный ритм, что не покачаешься. Откровенно, если оглядываться на людей во время того, как играют в солягу, то видно, что есть чуваки, которые прям тащатся, а есть чуваки, которые даже не знают, чем себя занять. Они до этого как-то подпевали, а тут, ну, типа, мне нужно дождаться, когда он закончит выебываться. Да, в этом суть. А в случае с Хопчиком все ясно. Очевидный бетос, плюс еще они докрутили бетосы для концертных версий, именно специально, чтобы они поразъебнее звучали. Короче, впечатление охуительное было, и Мирон вот так не делал. То есть я смотрел даже видосы с выступления в Олимпийском, охуевшая декорация, есть какая-то программа, но все равно на фоне этого Оксимирон смотрится только еще меньше. Понятно, что выебываться в интернетике это мой хлеб, и выебываться все гораздо. Естественно, если бы у меня вот появилась какая-то возможность после Олимпийского сходить на Мирона, я бы, конечно, пошел. Но он, блядь, не выступал. И тут он проснулся. Эпичное возвращение, кто убил Марка, микстейп, альбом, охуенные визуалы у всего. Я такой, опа, нихуя себе, неужели Мирончик обновился? Потому что до этого можно прям проследить момент, когда у Мирона, в принципе, появляется вкус на что-то такое, и какая-то действительно своя стилистика в том, чтобы все оформлять и все делать. Можно сказать, что сейчас она просто новая, я эту мысль чуть попозже разовью, но однозначно весь предыдущий Мирон, он прошел под эгидой какой-то скорее неоригинальности. Потому что там обложка Вечного Жида, ну, она удачно подобрана с той точки зрения, что вот эта вот техника, она не очень устаревает. Но так-то есть ли в этом что-то прям Мироновское? Да не особо. Какие-то клипы Мирона тех времен там, вот что Город под подошвой, что Фатамаргана, что другие, они крутые, оригинальные, дорогие, но при этом, что там Мироновского, кроме него самого, логотипов и какой-то другой такой мелкой мишуры добавленный, именно стайлака в этом не виделось, и не было ощущения синергии вот, визуала с музыкальным сопровождением. А тут жесткий ребрендинг, и сразу же с Кто убил Марка становится понятно, что за визуал серьезно взялись, и в этот раз еще и гораздо лучше подошли к его сочетаемости. И, возможно, действительно, просто я смотрю новые произведения Мирона как бы в этом времени, и понятно, что они актуальнее и кажется мне лучше, но я искренне думаю, что клепас на организацию, несмотря на то, что он явно наколеночно и дешево сделан, Он гораздо лучше сочетается с музоном Мирона, чем тот же город под подошвой, или там можно вспоминать более старые работы типа «Не от мира сего», вот эта вот странная машина прогресса, которая тоже уже, вот машина прогресса, она вроде уже про художников, вроде что-то интересное и оригинальное, но какая-то херня, нет такого. Или насколько больше с Мироном сочетаются его луки, допустим, в новых работах, чем, допустим, в клипе «Дежавю», то есть я пиздец люблю сам трек «Дежавю», но при этом вот нет такого, что Мирона просто одели в эти вещи и все, ну типа они не его, вот что он вот эту синюю залупу носит каждый день, я могу поверить, несмотря на то, что даже известная информация, что это шмотка Тима Роха, все равно, все равно, ну Мирон, ну Мирон, а это, ну это не Мирон, и видимо как раз на пути из своего депрессивного эпизода, там долгого творческого затишья, Мирон заодно обзавелся и вот каким-то вот этим, вот этим именно стилем простым, то есть понятно, что там это дядя Женя, блядь, никак не одевался, но современный артист, к тому же общероссийского масштаба, ну мне кажется, это даже не зазорно иметь какого-то стилиста, который тебя одевает, потому что, ну реально, это важно, это круто, все равно на тебя миллион людей смотрит. Ну короче, теперь у нашего Мирона винтажный берет, снятый с убитого клошара, модный, стильный, молодежный, там реально, он все, Мирон вернулся в запрещенный в России инстаграм, как теперь из него уйти? К слову говоря, пацаны, я начал делать шортсы, очень красивые видосы, очень стараюсь, осваиваю новые жанры, хочу, чтобы Сейна видела больше людей и ебанарт Worldwide был действительно Worldwide, поэтому вот мои никнеймы в замечательных пяти социальных сетях, в инстаграме, тиктоке, в ютуб шортс, и в ВК, где вы сидите, вот там, пожалуйста, на меня подпишитесь, что-нибудь полайкайте, помогите мне продвигать мои великие шорт-видосы, если не видели, они правда величайшие тыкайте, так вот про Мирона. Он вернулся, стильный, модный, молодежный, объявил тур, заебись, моя хорошая подруга Маша Бурмистрова из подкаста «Какие правила?» такая «Миша, я купила билеты, я был за это ей сердечно благодарен, уже потирал ручки, как я схожу на него с новой программой чё-то увижу, и начинается война. Всё, мне на какое-то время становится вообще не до концертов Мирона, я занимаюсь своей развалившейся жизнью, переездом, всё такое, переезжаю, и он объявляет концерты RAW, Russian Against War. Я думаю, отлично, я же как раз Russian, и как раз вне России, а тут он такой, хоба, и нет там Тбилиси нихера, потому что в Тбилиси очень специфическая ситуация с площадками, здесь очень крутой техно-движ, но чтобы русскоязычному артисту найти, где выступить, это довольно проблемно. Я был здесь на Noisy MC, и вот просто для сравнения, в Ереване Noisy MC организовал два полноценных концерта подряд, то есть буквально он солд-аутнул первый день в Ереване, решил, а давайте второй ебанём, и второй продал, также два концерта подряд отыграл, я так понял, без сучка, без задоринки. В Тбилиси не смог отыграть полконцерта, он ездил с монеточкой в программе Voices of Peace, и собственно полконцерта монеточка, полконцерта Noisy, монеточку аппаратура дожила, у Noisy аппаратура вырубалась от жары. Это вряд ли передают мои видосы с концерта, но там была просто пиздец душегубка, как видите, вентилятор направлен на ноутбук Noisy, чтоб тот просто не перегревался, и он все равно перегревался, и вторую часть сета, Noisy доигрывал акустически, хотя было очевидно в некоторых песнях, что это так не планировалось. Поэтому в очередной раз облом. Итого, у меня уже больше года не форты с концертом Мирона, но зато я становлюсь Окси-экспертом. Меня коронуют в интернете, и это я воспринимаю как знак судьбы, что Миша, не теряй надежду, и действительно надежда появилась. Мирон объявляет мировой тур, новые дизайны, теперь новую программу и новый подход к выступлениям он анонсирует прям прямым текстом, и есть концерт в Ереване, на который я могу успеть. Я долго пробовал не поддаваться, клоун, я тебя не трогал, хули ты доебался, расхлебывай. Да, на Тбилиси я как бы не рассчитывал, но вообще. И вот это вот моя радость про Ереван, если что, мне до Еревана пять часов херачить на маршрутке, и я не аллегорически говорю маршрутка, это буквально вот так выглядит, вот вполне возможно у вас в городе буквально такие же маршрутки ездят, как та, на которой тут нужно пять часов ехать. И пять часов это не считая возможных форс-мажоров, которые могут возникнуть например, на пограничном пункте, да, нужно проходить границу, тебя целиком там проверят, твои паспорта, не паспорта, могут пустить, не пустить, об этом чуть позже. Кроме этого, надо снять жилье в самом Ереване, а кто не знал сейчас, что в Тбилиси, что в Ереване, пиздец жильем, еще пиздец с ценами, и все вот это вот ради концерта Оксимирона. Я очень люблю Оксимирона, но не был уверен, что готов пережить все вот это, плюс цену на билеты. Поэтому я, и к тому же, я все еще в тот момент думаю, что, блин, если шоу на том же уровне, то это вообще прям жестко того не стоит. И со всеми этими мыслями я для себя решаю, что вот если проходка как-нибудь мне упадет, то все, будет знак судьбы, что надо ебашить, там все преодолею, если нет, то я не водолей. А я и не водолей. В итоге я везде, где могу, говорю, что впишите на Мирона, кто может, впишите на Мирона, кто может, и как раз 26-го был концерт Мирона, а 25-го собирался ивент, где выступал Дима Шум, Мэтт Майнд и другие батлрэперы. С частью из них я уже был знаком вживую, с частью только онлайн и хотел повидаться вживую, и на это мероприятие меня точно вписывали. Поэтому я решил точно поехать 25-го на ивент чуваков и, может быть, пойти на Мирона, если появится какая-то маза, потому что все-таки батлрэперы, у многих прямая связь с Мироном есть, то есть, может, там, ну что-то как-то, ну что-то где-то, блин. И еще одно обстоятельство, которое к этому добавляется, что у меня к тому моменту подходил срок для визарана. Для тех, кто не знает, визаран — это возможность бесконечно продлять туристическое временное пребывание в стране. То есть, условно, в какой-то стране можно находиться там три месяца, но этот срок обнуляется, когда ты покидаешь территорию страны. Таким образом, ты действительно можешь взять, на секунду выйти за границу, вернуться, и у тебя снова пойдут эти три месяца. Это как бы легальная лазейка, которую в куче стран мира, куча разных там вот digital nomad, да, типа меня, они используют. Проблема в том, что ситуация сейчас на границе довольно напряженная, и есть много случаев, когда не пускают. Притом иногда вообще без причин, а у меня к тому же, срок моего легального нахождения в Грузии, он подошел уже прям к самому концу. То есть теоретически диалог на границе мог выглядеть так. У вас цель поездки какая? Я отвечаю, туризм. То есть вы здесь жили почти год, выехали на день, и тут же возвращаетесь, потому что вы турист. Да. И меня нахуй депортируют. И когда я и так предчувствую напряженный момент, проходить его, перед этим отстояв там километровую очередь из фанатов Мирона в обратную сторону, и вот все остальные неприятности, которые может наложить связь тех событий, мне тоже не особо хотелось. В итоге еду я в Ереван. Решил я, хорошая тема, что я еду за день до этого, не буду в толпе фанатов Мирона, опять же. Хуй там. Я приезжаю на место, откуда отъезжают эти маршрутки микроавтобусы, и там огромная компания из моих друганов и других русскоязычных челов, которые все едут на концерт Мирона. И буквально огромный зал на грузинско-армянской границе, и все на Оксимирона. По одному три армянских таможенника спрашивают, цель поездки, концерт, какой артист, Оксимирон. Как Оксимирон? Понятно. Отстоял я эту очередь фанатов Мирона, подхожу к мужику в окошке, а там еще такая тема, что окошко, оно как бы, оно ниже уровня твоих глаз, и тебе нужно пригнуться, чтобы туда заглянуть, я вот туда заглядываю, даю свой паспорт, мужик листает, а у меня в заграни энное количество виз есть, и тех виз, что должны смущать на армянской границе, я вообще никуда не въезжал, законопослушный, хороший гражданин, и он листает, листает, никаких вопросов мне задавать не собирается, потом поворачивается на меня, и безвопросительной интонации, а как бы утвердительно. Сейн, это не русская фамилия, это не русская фамилия, я ему такой, да не русская, вот есть Куприн, Пришвин, Сейн, он такой, не, не русская, и отдал мне паспорт. В итоге доезжаю до Еревана, гуляю по Еревану, встречаюсь с чуваками на ивенте, с Шумом, Пиэмом, Мэдмайндом, Гариком Агнисяном, и вот всеми остальными, кто там был, замечательно проводим время, но проходок что-то нет. К концу дня у меня есть одна проходка и то не точно, а мне нужно хотя бы две, и короче, я думаю, что если на следующий день, ну вот до трех часов дня, когда концерт в восемь ничего не появится, то ладно, все забиваю. На следующий день просыпаюсь, там тоже гуляем по Еревану, все классно, проходки нет. Я думаю, ладно, все, хер с ним, окей, ничего страшного. Догуливаем оставшуюся часть дня, подходим к микроавтобусу, забрасываем в него вещи, я думаю, что да так-то ничего страшного, реально, сейчас и без людей границу пройду, и, ну, Мирон, вон, зожник, здоровенный, волосы нарастил, все с ним замечательно, он много проживет, я, надеюсь, тоже проживу, еще на концерт схожу, все в порядке, в этот раз не случилось, не случилось, на следующий впишут. Закинули мы уже вещи, и получаю скриншот от PM, с диалогом с Женей Муратшоевой, о том, что Сейну скинуло два билета. Сука, блядь! Естественно, я пиздец как расстроился, кроме этого, конечно, было приятно, что, блин, про меня вообще знает Женя Муратшоева, это клево, и это все равно какой-то респект, даже несмотря на неудачу, я вот еще стоя у автобуса начал искать, а куда она скинула, я бы, ну, я бы заметил, наверное, если бы она мне их скинула, ну, это же не, ну, не голубины же почты, она мне их отправила, в итоге я ищу, ищу, у меня отрубается нахер телефон. Собственно, павербанк уже ждет меня в автобусе, и в данный момент отменить автобус, это значит, заплатить еще раз за трансфер, заплатить за отель какой-то другой, потому что в нашем уже не было возможности остаться, и очень много вот чего себе найти, то есть еще как бы цена поездки Х2, и это выходит даже дороже, чем сами билеты, в итоге, да, типа, было бы круто, конечно, по-подростковому взять, вырвать свой чемодан из микроавтобуса, сказать, пошли вы нахер со своей маршруткой, я иду на Оксимирона, но меня в тот момент пиздец волновала еще вот история с прохождением границы, она меня ждала прямо впереди, я уже об этом беспокоился, здесь мне еще добавили пиздюликс, да, и повод расстроиться, и впереди меня ждали три часа, бок о бок с другими людьми, рядом с которыми я не могу орать и материться, и не очень удобное среднее место, на этот раз уже в мини-вене, было не дохуя комфортнее, чем в маршрутке, чем в мини-вене, и когда ты только узнал очень расстраивающую новость, три часа молча сидеть, это мучительно, очень мучительно, в итоге я приезжаю на грузинскую границу, ожидаю какого-то пиздецового диалога, и там всегда порядок такой, что холодно, я в шапке, а вы знаете, я как бы, ну, до этого момента довольно много кепки носил, и на границе распорядок такой, ты подходишь к новому таможеннику, он тебе говорит здрасте, снимите шапку, чтобы тебя сфоткала эта камера, после этого задает тебе несколько вопросов, на которые ты должен спокойно и убедительно ответить, после чего тебя пропускают или отправляют обратно. Собственно, я прошел таким образом армянскую границу, прохожу грузинскую, напряженный, подхожу вот к девушке, она вроде всем до этого улыбалась, смотрит на меня, берет мой паспорт, я стою, жду, снимите шапку, смотрю, с напряженным лицом, не просят, стою, стою, и мне отдают паспорт, все, меня пустили, мне не задали вообще ни одного вопроса, и шапку снять не попросили, в шапке сфоткали, блять, и если вам не хватило этого, как панчлайны истории, то у меня есть еще один, знаете, где в итоге были эти билеты? На моей рабочей почте, CNPR, вот если у вас есть какое-то рекламное предложение, пишите на cnpr собакой индекс.ру, эту почту проверяю я и мой второй чувак админ, письмо от Жени Муратшоевой пришло в декабре, концерт был когда? Концерт был, напоминаю, в конце февраля. Я потом нашел это письмо, оно было прочитанным, я точно миллион раз заходил на эту почту, и либо я, либо мой кент Миша Борщевский просто открыли в какой-то момент это письмо и такие а, хуйня, и все. И потом все разы, что оно просто визуально попадалось, ни мой, ни его мозг не считывал это как что-то важное или нужное или полезное и все, блядь. То есть, понимаете, когда тур только анонснули, я записывал реакции на сторио фалишер и там сказал, чуваки, мне нужно вписаться в Ереване, если есть маза, впишите, пожалуйста. Блядь, кто-нибудь впишите на Мирона в Ереване, пожалуйста, плиз, я в любом случае куплю билет, но можно вписать кто-нибудь ебать. Охуенно, охуенно, охуенно. И Женя вписала реально прямо тогда же, увидела видос и написала, блядь, на почту, а я не заметил. Ну а потом списались, я очень вообще выразил кучу встречных респектов, потому что правда, именно менеджерский талант и то, как в итоге Мирон как артист выглядит и позиционируется, супер респект, и я слушал и читал вообще высказывания о менеджеринге и продюсировании Жени Муратшоевой, реально всем рекомендую, очень свежий современный и правильный взгляд на позиционирование и видение и поведение артиста. Так вот, и по итогу знаете, кто сходил по моей проходке на Мирона? Андрей из самого начала истории. Спустя какое-то время тура чуваки выступали в Праге, мои чуваки Андрей и Рита, привет вам, ребята, живут в Брно, соседнем чешском городе, да, это, кстати, те самые с которыми я собрался переехать в Чехию и не переехал, а они переехали. Так вот, теперь они пошли на Мирона. Люблю их. Куда мы идем? Мы идем на счастье, мы идем на Оксимирона. В Праге. Еще раз скажу, это, правда, добрый вечер. То есть, я жду от вас сегодня, что вы будете разъебываться так, как под стать в восточную Европу, как мне показала Маршава, например. «Оксимирон» 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 и в итоге я получил много поддержки и соболезнований в своей ситуации. Мне в подробностях рассказали про концерт, я слышал это из разных уст, видел видосы Стамбула, хорошие выкладывали. Раз уж распизделся, выскажусь про современные шоу Мирона. На следующий концерт я пойду вообще с большим удовольствием и без задней мысли, потому что теперь это действительно шоу. Отлепился Бэк МС и, казалось бы, должно стать более пусто на сцене, но этого не произошло. Наоборот, сосредоточили визуалы, сделали так, чтобы Мирон переодевался, Мирон сам открытий, активней двигается, чем двигался до этого, и, в принципе, само шоу, оно теперь именно вот срежиссировано, это видно и это клево. Теперь концерты Мирона, ну вот у меня язык не повернется говорить, что я мечтаю попасть только на тот, что в трюме, а остальные меня не ебут. Нет, действительно, новая планочка и большой респект Мирону за то, что концерты теперь обновленные. Я собирался, когда снимал этот ролик, более широко об этом высказаться, но сейчас как-то думаю, что, блядь, все равно не был на этом концерте. Вот реально, хотите нормальный отзыв с концерта Оксимирона, дождитесь, пока я на него схожу. Лет через пять будет видос охуенный. А перед этим еще три видоса, как я не могу попасть на этот концерт. Вот, товарищи, так что мораль сей басни, следуйте за своей мечтой. Потому что, если вы будете очень хорошо стараться, и прям вот очень этого хотеть, то она обязательно сбудется у кого-то другого, а не у вас. А чтобы мои мечты сбывались, подписывайтесь на мой бусте, с помощью него вы получаете доступ к закрытому паблику ВКонтакте, в котором музыка, кинища, клипы, книжки, куча всего интересного, найденного мной на просторах интернета, а потом скомпилированная Мишей углем в невероятно талантливые посты, которых накопилось уже херово тонна, все, что вы ознакомливались, культурно обогащались, и жизнь ваша становилась светлой, прекрасной и интересной. Еще куча соцсетей, вот которые у меня по ссылкам в описании, каждая соцсеть охуенная, найди себе под вкусу, подпишись и по лайкай. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok